Беспроводный стандарт. Просто я бы хотел сразу отделить два эти понятия, потому что, в общем, признанные применения мотороловских терминалов, которые работают в режиме воки-токи, то есть нажал на тангенту, ответил, то есть это не тетра, это не дек, это обычная налоговая радиосвязь, которая работает на полосе частот от 133 до 154 мегагерц. Что касается ДЕКТа, и вот как раз таки здесь сейчас я и расскажу вам об отличии. Стандарт ДЕКТа, ДЕКТ это прежде всего бесплатный стандарт. Стандарт ДЕКТ применим только для объектов маленькой отрасли. То есть это если мы говорим о каких-то небольших помещениях, о каких-то гипермаркетах, возможно о каких-то административно-бытовых комплексах, которые установлены в рамках какого-нибудь нефтеперерабатывающего завода или нефтенаривной станции, НПСК. Если мы говорим о масштабных проектах, то там применима только радиосвязь, либо стандарт ДЕКТа. Стандарт ДЕКТ, обращаю ваше внимание, это бесплатный стандарт. Работает на полосе частот 1880-1900 мегагерц. Радиосвязь, которую вы все знаете, обычная аналоговая, работает на полосе частот 133 мегагерца, а 154. То есть у нее разнос достаточно высок. Стандарт ДЕКТ работает на полосе частот от 380 мегагерц до 470 мегагерц. И основное отличие всех этих стандартов, прежде всего, да и бесплатный. Моторола требует все равно доустановку дополнительного оборудования. Стандарт ДЕКТ нашей Российской Федерации по закону ПКРЧ, он платный. То есть для того, чтобы вы применяли стандарт ДЕКТа на объектах, вы за него должны будете сплатить деньги. Из присутствующих будет очень важная информация для проектных институтов. Когда проектировщики делают проект, я очень часто сталкивался с подобным родом ситуациями, когда по опросному листу, либо по, в кавычках, непонятному техническому заданию, есть вопрос просто применения радиосвязи. Так вот здесь нужно сразу уточнять, какую радиосвязь заказчик имеет в виду. Потому что он может иметь в виду аналоговую связь обычную Моторолу. На нее получение частот не нужно, то есть там никаких дополнительных затрат. У меня были такие случаи, когда под радиосвязь он имел в виду стандарт ДЕКТа. И у проектировщиков потом в дальнейшем при получении положительной главы госэкспертизы возникали вопросы. Так вы все знаете, что на получение ответов и на решение этих вопросов дается минимальное время. Сейчас, по-моему, это 15 дней раньше, это было 30 дней, по-моему, сейчас они сократили до 15, по крайней мере, на шпитерское госэкспертизу. Могу ошибаться? Не знаю. 30 так и осталось, да? Так вот за эти 30 дней... Сколько? 10 дней. Получение ответов на все интересующие вопросы очень мало. Прежде всего, почему? Потому что в процессе подачи документов на главу госэкспертизу эксперт прежде всего у вас потребует наличие базовых станций, наличие сопутствующих элементов. И уже получение бумаги о том, что компания, заказчик, подала заявление на получение той или иной частоты. Частота выбирается в зависимости от местности. Российская Федерация у нас большая, поэтому я вам сказал разнос от 380 до 470 МГц. Но общепринятым в Российской Федерации применяется где-то от 315 до 325. 320 это несущее. То есть вот в этом диапазоне, в рамках этого диапазона до тысячных у нас идет применение стандарта Тедра. И при выборе той или иной местности, Новосибирск может быть, это может быть Красноярск, у них могут быть нижние, то есть аплинк, это допустим 316,4, аплинк это допустим 320,4. В другой местности частоты будут совершенно разные. Вот так вот, за этот разнос, за эти частоты, заказчик ежемесячно будет платить деньги. Многие задают вопрос, собственно, на кой, извиняюсь, отражение черта, эта Тедра нужна. Тедра интересна в рамках крупных инвестиционных проектов. Если мы имеем небольшой объект 500 на 500 метров, вставить туда Тедру, это будет очень затратно, невыгодно. И в принципе это нерентабельно. Туда интереснее поставить либо обычную радиосвязь, аналогов, либо стандарт ДЭТ. Он будет себя, по крайней мере, окупить. Почему? Потому что вначале вы потратите большие деньги, через 2-3 года срок окупаемости стандарта ДЭТ, это где-то 2-3 года оборудование, он начинает работать на вас. Дрогие заказчики сейчас, я почему знаю, потому что я очень много провожу подобных семинаров и знаю, какие вопросы могут задавать. А вопрос один, а что нам мешает применение нашей замечательной большой тройки? Билайн, МТС, Мегафон. Вас никто не запретит, то есть никто не запретит. Хотите? Применяйте. Но на объектах той или иной отрасли, а прежде всего, если мы говорим о взрывозрешенной зоне, применение обычного сотового терминала запрещено. Если вы бывали на крупных, больших нефтяных объектах, то на охране вы телефон должны сдавать. И применение за этим очень следят службы безопасности, которые ответственны за это. Применение сотовой связи на территории запрещено. Почему? Потому что сотовый телефон, сотовый терминал, он не имеет сертификат, и он не имеет взрывозащиты, так называемый, сертификат на взрывозбезопасность. А отличие как раз таки ДЭТовских терминалов, терминалов обычной радиосвязи и терминалов стандарта ТЭТРа, о том, что они сертифицированы для применения как раз таки в той или иной отрасли. Вы никогда не увидите в гипермаркетинге у охранника терминал ТЭТРа. Понимаете? То есть это громоздкий терминал, который не создан для того, чтобы он отслеживал тех или иных преступников и отбирал на кассе печенье, которое он положил в левый карман. Не увидите вы этого, потому что у него будет обычный маленький телефон сотовый, который ему подарила за тысячу рублей компания, либо, соответственно, ДЭТовский терминал. Если у владельца есть голова на месте, и он понимает, что если сочетает то количество терминалов, которые он раздаст своим сотрудникам, и посчитает, сколько в месяц они тратят на сотовую связь, а на сотовую связь минимальную все равно он тратит, он придет к выводу, что срок окупаемости это 2-3 года, а после 3 лет он начнет работать бесплатно. Российская Федерация это специфичная страна. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что без этого никуда, и все понимают, что беспроводную стандартную территорию Российской Федерации нужен. Но применение он своего не получил. Я говорю вам абсолютно открыто, почему? Потому что вот с 2006 года, как только мы начали заниматься данным направлением, по ДЕКТу, по чистому ДЕКТу, у нас реализовано порядка 5 проектов всего. 5 проектов. По одной простой причине. Эти проекты были в комплексе, в комплексе с другими проектами. То есть это оборудование связи, и заказчик понимал, что ему этот ДЕКТ, так называемый, нужен. В основе своей мы бросили все силы, и компания Функтел бросила свои силы на, скажем так, большое внимание уделять самому терминалу. То есть это не китайская сборка. Я вам сразу говорю, что компания Функтел, это еще та компания немецкая, которая не продалась китайцам. Производственные мощности располагаются в Зальцгиттере. То есть там свой завод, там до сих пор ручная сборка. Мы несколько раз были на этом заводе и видели, как эти телефоны собираются. Комплектующие, да, некоторые, для удешевления производства, все-таки как-никак, пластик в Китае. Пожалуй, самый дешевый. Тем не менее, те элементы, которые влияют на работоспособность самого терминала, он применяется еще немецким. Сборка ручная. То есть телефоны произведены и выпускаются в Германии. Аккумуляторные батареи выпускаются в Германии. А это две составных элементы, на что стоит обратить внимание. Это аккумуляторная батарея и это сам терминал. Поэтому немцы очень, опять же извиняюсь, могу сказать неправильно, бдят за тем, чтобы телефоны, которые выходили с их конвейера, отвечали всем очень признанным требованиям, не только европейского стандарта, но и российского. Почему? Потому что российский менталитет, российское производство, российские производственники на данный момент очень трепетно относятся к выбору своего оборудования. Если раньше, буквально 4-5 лет назад, мы смело могли идти в конкуренцию с нашими потенциальными, в кавычках, партнерами, то сейчас заказчик не идет по такому принципу. Он прежде всего что делает? Он не дурак, когда в мешке он брать не будет. По сути, практически каждый второй наш проект, это прежде всего предварительное тестирование. По итогам этого тестирования удается оно положительно для отрицательного заключения. Мы дорабатываем, либо заказчик говорит, дорого, не надо и вообще нам это не интересно. Поэтому, с одной стороны, это тяжелее, но с другой стороны, проще. Заказчик видит, насколько сейчас рынок стоит на месте, и он постоянно развивается. Мы идем в ногу со временем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА